Доброго времени, зрители канала Демнорус. Разбираем громкие новости из Центра Управления Европы. Итак, на днях громкие заголовки пестрели новостью, что королева Елизавета II великодушно пожаловала титул британского барона, сыну российского олигарха Александра Лебедева. Такими новостями были шокированы даже жители Англии. Но как такое стало возможным, чтобы сынка олигарха россиянского возвели в титул? И что именно его титул обозначает? Эти вопросы мы выясним в этом видео. И начнем с титула. Многие новостные издания перевели на русский языковый титул как барон хэмптонский и сибирский, подразумевая, что королева Англии назначала феодела на управление сибирской частью России. Но это не совсем так. Титул английской знати прописывается в старом речевом стиле. И только первые слова до запятой могут обозначать закрепление какой-то территории за бароном. В случае с сыном олигарха из Рашки титул обозначает, что пацаненок пребывает то в Хэмптоне, то в России. То есть говорит о происхождении. То есть Лебедев младший получил звание просто барон. Здесь не закреплено никакое владение территориями. С этим разобрались. А теперь давайте рассмотрим, как это получилось у бывшего КГБшника и банкира вместе с его пацаненком. У олигархической семейки в распоряжении находятся два печатных лондонских издания и один телеканал, который называется London Life. Давайте прикинем расценки. Небольшая халупа в 50 квадратных метров в Лондоне стоит 90 миллионов российских рублей. Это вот для прикидки. А теперь представьте, сколько надо миллиардов, чтобы создать в Лондоне телеканал. И откуда все эти миллиарды его папашей, бывшим банкиром и КГБшником выкачивались? Из чьих карманов в России? Кроме этого, олигархическая семейка отличилась спонсированием мэра Лондона Бориса Джонсона. Они вливали в него столько бабла и так нализывали пятую точку, что в итоге, когда он подывал прошение к королеве, он включил в список пацаненка КГБшного олигарха. Помимо этого, россиянский барон был часто замечен в компании принца Уильяма, которому, судя по всему, нализывали пятую точку еще сильнее. На олигархические деньги также регулярно Лебедевы организовывали крупные вечеринки с мировыми звездами, куда старались приглашать английскую знать. Через все эти действия Лебедева снизкивали расположение к себе различных британских шишек. И сейчас, на данный момент, в Верхней Палате Перов насчитывается 800 человек. И Евгений Лебедев теперь находится в их числе.